всем привет продолжаем наши отчетные концерты по заявкам вот опять буду видео снимать в несколько этапов потому что ножи подходят смысла держать другие вот эти вот допустим нету их надо отсылать будут опять составное видео так решил немножко сменить фон для разнообразия так ну чё начнем начнем наверное с пчака так как много очень вопрос по пчакам задаются значит сделаны вот такой пчак вот кожи хорошо видно кожи буйволинная дорогая хорошая текстуру видно обалденно текстуры и смотрите сами шовчики шовчики самые рабочие то есть тиснение сделано такое закрывашечка и вот здесь такие две буковки сделаны это инициалы владельца то есть подвесик вот он прям повторяет так скажем контур рукояти вот и ночью здесь так все аккуратненько все заделаны тут все отторцовано переторцовано так сам естественно чак точиться он не будет сталь на клинке м 390 вот что такое вот там сатинчик по моему здесь дочь 320 грит но самый оптимальный есть вот такие же две буковки сделаны в том же самом формате тоже сатин то есть здесь литье идет это мельхиор это аренгут мельхиор аренгут мельхиор так вот подгонка ножа смотрим то есть не щелей ничего здесь как бы тоже идет вот здесь тоже никаких не щелей есть мельхиор чик здесь все то есть но здесь виду того что здесь литье да я не делаю у себя когда то есть я не литые а свои ангель банты ставлю которую я сам изготавливаю да у меня под пальцевая выемка она полукругом идет здесь она ну прямая рукоять рукоять 125 кажется то есть буду мерить вот отсюда вот от этой точки до 120 на так 125 получается здесь литье мельхиоровые тоже тыльник и сам аэронгут на рукояти конечно вот то есть печаток достаточно тоненький он два с половиной вот то есть он ходит но это не для этого но он достаточно такой гибкий по длине он получается вот сто восемьдесят прямо вот от кончика до начала гербанта 180 миллиметров здесь он получается 30 ну сами видите 38 с половиной где-то то есть вот это расстояние ну и соответственно он пошел на сужение потому что часто тоже задают вопросы какие размеры но среднем вот от 38 и до 42 43 вот сейчас в работе порядка 6 пчаков там разбег будет от 40 но и 40 это вот здесь еще раз говорю здесь уже пошло на сужение то есть если померить середине ножа тут уже 32 если померить вот здесь то тут уже 20 сколько-то 25 образом было вот и два с половиной в обухе ямочка очень вязкая очень хорошая термичка валерия лисицкого вот вот такой вот пчак осел если смотришь тебе привет это твой красавец поедет к тебе скоро вот то есть вот еще раз фактуру на ножнах покажу ушел я от одного финиша который очень блестючий был у него огромный плюс у того финиша был он очень хорошо выделял цвет и текстуру лучше чем этот но он хуже впитывался то есть он только поверхностно ложился и все он как пленочкой а вот этот вот этот вот финиш сейчас я покажу муж кому будет интересно вот таким баклажками закупаемся вот этот вот осталось уже полбанки вот лета шина фиббинг счета вот в районе если сейчас память изменяет две с половиной три тысячи вот эту баклажку стоит продолжаем значит пчак у нас все то есть сейчас вот все ножи абсолютно вот все я открывал вот тем финишем так дальше пойдет свеже испеченный ламинатик то есть тут цвет танк так называемый шкурёха варана вот то есть как собирался может сейчас если найду фотки то вставлю то есть все по ножу все торцы торцы все заполированные видно слои то есть идет раз два три четыре пять слоев кожи то есть идет три слоя по три с половиной идет слой полтора и слой вот этой вот варанистый то есть очень и очень поближе покажу очень и очень красивая нос собака дорогая вот дальше значит здесь сделал я такой скажем так экспериментальный подвес ну он ничем не хуже чем обычный вот такой вот ну просто так для разнообразия то есть на ремне он будет плетеночка так смотреться хорошо красиво все прочно то есть это не прошивное это те цельное плетение то есть если вот конец кожи продолжение то есть если сейчас посмотреть тут не разрезав ничего не видно вот это будет на ремне висеть то есть от спокойно сюда 7 сантиметровый ремень блесит большое так шовчики с двух сторон все хорошо все прошито все очень крепко надежно дальше нож как и предыдущие в предыдущем видео тоже здесь стоит ламинат идет в анаде с 10 110 х 18 на рукояти на рукоять стоит ironwood такой хороший освещение к сожалению искусственный поэтому цвета могут чуток искажаться поэтому плюс цвет передачи мониторов телевизоров у всех разные значит 110 х 18 здесь сделано поперечный сатин то есть на тех я делал продольный здесь по как бы согласованию с будущим хозяином сделан такой вот честно говоря вот мне такой даже больше нравится аккуратненький ровненький то есть подгон очка здесь здесь на этом на же именно вот на этом на же именно сейчас смотрите это здесь сделано макуме скажем так то есть это не сваренный слои латунь медь файл ворк все это потемнеет еще естественно файл ворк все аккуратненько получается красивый файл ворк когда ошибешься называется изначально задумался немножко другим но получился такой вот делал скажем так вот достаточно такой мощный нож здесь получается 100 вот прям если добавь старочка 144 здесь получается 33 вот и здесь порядка четырех с половиной в обухе мощный хороший нож в принципе неплохо так лежит в руке ну кому как опять же своим ощущениям вот получается вот такой комплект сейчас нож еще раз покажу таран вот идет ему кумешка вот-вот-вот с этим слои все хорошо видно получается вот такой клиночек в ножны туго ну как и все всегда вот не очень глубокий я их делал потому что его не просилась так это 2 3 нож это у нас идет тоже заказной но они все заказные кроме вот эту так здесь у нас идет ну давай что боже мой то есть прошивка такой такая вот прошивочка аккуратненько с обратной стороны крест крест с одной стороны простой шоу с другой стороны сложный здесь идет форма . тиснение якорь якорь человек попросил горы сделай мне як ну нравится что просите то и делаю коричневые ножны тоже дорогая я дешевой кожей вообще не пользуюсь как и это вот это тоже вот куплены на эксперимент ну и сам нож здесь идет м 390 сатин правда это поперечный продольный я не стал делать смысла мне вот дальше вот такой файл ворк я думаю понятно да чей будет нож как зовут хозяин вот такой брусочек эронвуда вот это один из тех которых я предыдущем видео я показывал что разлетелось при полировке на этот раз вот хорошие брусочки пришли он еще потемнеет будет прям это вот при тонируется все немножко то есть подгонка все то есть ни щелей ничего он заточен и уже здесь скажем так клеймо хозяина то здесь вот мое со сталью так как нож заточен сейчас я покажу то есть вот как бы стружку он режет аж звенит увлекательнейшими так говори еще раз занятием боюсь по пальцам шарахнуть как угодно он режет причем эта газетка не а4 листок а4 можно порезать кстати даже тупым ножом он будет слегка подмахривать нарезать так ну в общем вот такой вот тоже ножичек а да по параметрам прошу прощения то вопрос эти 125 получается 29 и 36 вот это такой хороший будет резачок прям вообще хороший все он зашел здесь здесь отформовано здесь отформованы рукоять ножа вот ну и тут нож который все очень много раз видели тестовый скажем так его собрат во всю трудиться вот он подарен честно скажу он не вернется ко мне я его подарил сделал я для этого ножа вот из такой кожи вот такие ножны но это скажем так без изящества без претензий то есть грубо говоря прям абсолютно прям вот тут вообще абсолютно работяжный абсолютно рабочий нож то есть ну немножко тут работал тыльничек округлил его вот из такой кожи из нее кстати говоря если кто-то будет это комбинированное дубление вот весьма тяжело делать потому что если вы допустим растишка она формуется очень хорошо что здесь что здесь что здесь тиснится вот это вот кожа вот это же она она же она ну она вообще не ну она не поддается практически то есть вот вот все что вы видите это все что она приняла это с учетом того что здесь и масла в ней его воски и что тут только нет она потому что первых она мягкая была она форму вообще не держал то есть она пропиталась и очень долго пропитывал то есть вот эти ножны я готовил ну с неделю наверно там вот нож во первых очень хорошо заходил в них он хорошо держался никуда он достаточно легко сейчас вынимается но это ушло недели полторы то есть недельную формовку и вот дня три он там лежит вот и после этого он так вот хорошо вынимается то есть ну пусть и нужен даже закрашивает торец не стал сделал вставку из кожи растительного дубления она сама по себе вот не знаю что пусть будет вот так для разнообразия потому что это как бы пока будет лежать в общем друзья вот все ножи на данный момент которые есть скоро будет еще прям буквально не знаю пару-тройку дней будут чаки общакие много пчаков будет всяких разных разнообразных на этих останавливаемся но не прощаемся поехали дальше так ночью продолжаем очередной пчак я так думаю их в этом видео будет очень много буду видео компоновать чтобы там по пять минут не выпускать чтобы люди посмотрели пчаки так посмотрели так очередной пчак значит давайте по порядку здесь ножны из кожи буйвола достаточно толстый смотрите все слои все видно вот фактура не малины хорошо видно шовчики шовчики все утоплены нитка темно-зеленая что-то я решил в этот раз сделать темно-зеленой ниточкой смотрится она практически как черная вот под финишем но все равно такой зеленцой отдает приятно на самом деле темно-зеленый с темно-коричневым с коричневым но это на самом деле это родной цвет буйволятина вот под финишем значит тиснение как всегда обычный подвес стандартный вот под любую подойдет под до 6 сантиметров не влезает спокойно скажем так он но не надо так а дальше ну соответственно открывается вынимается сами ноженки все понятно и сам пчак он пока без маркировки это пел макс грязный это л макс лисицкого валера вот на 60 порядка двух единиц в обуви здесь 2 из 7 то есть вот такой сатин здесь сделал так что было видно хорошо вот такой сатинчик на 320 грит он практически он ровный то есть он не шершавый ничего но в то же время он к нему не будет ничего налипать гильбант сделал я вот такой это медный метелевый сплав я забыл как он там называется здесь подгоночка то есть ну ни щелей ничего как всегда это уж я от этого избавился давным-давно несколько лет назад здесь идет через фибру проставочки то есть идет под пальцевая выемка достаточно такая то есть нож хорошо в в руке сидит вот сделано так рукоять рукоять орех какая часть я сейчас точно не помню но это стабилизированный орех он а я какой жесткий получился после стабилизации красивый красивый орешек хорошая рукоять аккуратненько такая же скажем так пока этим не начинает уже приобретать такую узбекскую узбекские очертания наверно не знаю но я делаю скажем так не абсолютно аутентичные чайки даже если уж брать чайки как таковые вот с узбекистана то есть они там идут во первых они сводятся в ноль чайки я не свожу в ноль потому что вот этим стали ну смысла я не вижу это только и не нужно будет резать я не знаю только совсем что-то очень мягкая а так в принципе если даже вы будете резать курицу где-то на кость попадете вот здесь где-то 0 2 свод вот по клинку идет то есть если вы где-то пойдете на курицу ничего не будет ни заминов ничего а сведение в ноль ну какая бы она там не была все равно получите замен вот либо это сталь почему сводит они в ноль потому что она у них очень мягкая и вот она об мусад у них очень легко управляется то есть они причем металлический круглый полированный не путайте с керамическим от разные мусад а керамический вы сносите часть режущей кромки керамическим мусадом вот то есть как бы обновляя за точку а металлическим мусатом который полированный на самом деле который кусок от трубки полированный вот вы выправляете режущую кромку и вы не затачивать а именно выправлять то есть вот эти вот все замины заворота режущей кромки вы их вот выправили и погнали дальше вот но них очень мягкие поэтому дальше аутентичной печати у них у всех идут долго здесь дол зачем нужен для скажем так много споров кто вообще какую-то чушь несет про кровосток еще что-то на самом деле это дол делается для но это мое мнение то что я уже успел в принципе из всех источников под собрать это ребро жесткости то есть получается образом говоря там какая-то выемка который не дает играть ножу это просто ребро жесткости делается вот может быть в какие-то стародавние времена я не знаю кто знает напишите буду рад услышать какие-то комментарии отзывы по этому поводу но не вижу смысла в долг на то есть это все растет все изменяется то есть вот 320 грит вот смотрите рука отражается вот достаточно хорошо отполированный без рисок без всего то есть он с двух сторон точиться он не будет этот нож поедет в израиль ян тебе большой привет вот твой ножик вот но я думаю когда ты уже будешь смотреть это видео вот ты уже его будешь щупать в руках я так думаю потому что потому что я думаю все очень быстренько дойдет то есть ну как всегда вот сюда заводится ты застегивается все очень жестко никуда ничего не вывалится ну соответственно куда он вывалится тут он он сюда не вынимается а в бок широкий широкий подвес вот этот застежка держит вот и получается что это елмакс значит здесь получается 185 183 185 сейчас точно помню лейки под руками не здесь получается 43 и в обухе 2 и 7 рукоять я всегда делаю 125 то есть я меряю вот от этой части вот прямо к началу гельбанта до конца рукояти 125 127 130 максимум это уже длинный получается и вот на мою почти 10 сантиметровую руку вот он ложится он вот этим упирается мне в мизинец вот то есть я его одним мизинцем я его держу в распор очень удобно очень комфортно кстати говоря работать то есть его можно брать скажем так и поварским хватом то есть вот сюда когда палец кладутся на клинок и пожалуйста шинкуйте режьте все что угодно здесь все тоже скруглено набита фактурка для красоты фибра тоже для скажем так контрасты сделано вот и орех ну в общем в общем то очередной пчак готов орех во все его красиво палец очень очень и очень красивый орех на самом деле и практически брака в нем да ну нет ни у брака еще вот сколько у меня брусков было сколько я делал ни в одном еще брака я не нашел то есть как мы не берем в расчет потому что копы они по определению вот они все с трещинами идут их надо просто уметь заделывать а это комель корень я даже не знаю кто знает подскажите то есть вот с таким рисунком вот гафель ореха или что что то ну в общем все вот такой вот красавец вот что погнали дальше так продолжаем танцы с бубнами еще два пчака так не скажем так пойдут в одни руки они абсолютно одинаковые по клинкам давайте вот с этого начнем так значит у нас здесь получается ножны из кожи растительного дубления выкрашена вот они вот в такой синий цвет ножка я думал что другая краска по цвету но тоже красиво шовчик зелененький вот салатый зелененький плохого знает пусть под цвет здесь сделано такая вот татуха можно сказать такой самолетик если кто следит были гимми кеши вот с такими штатов нет туда же скажем так так вот все шли четкие ровные красивые вот ну стандартные нужно для моих уже пчаков не так ну и сам чак они пока не заточена чуть попозже и заточу сведены сведены они оба вот где-то 015 абсолютно два клинку одинаковых пока отложим получается здесь на клинках сталь m390 так сатин положим такой вот кто там думаешь что там сильно зодорно вот господа прям зеркальт рука будет вот она зеркальт если так вот инициал владельца сам тут стоит стабилизированная сувель березовая корневая по моему если я сейчас и правильно помню только я . тоненько зауженную вот на двух пальцев на трех как в литой синий делаю япчаки то есть чуть-чуть зауженный некая на кончике я делаю то есть никак многие делают одинаково 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 и здесь такой резкий подъем то есть я считаю эту во первых это эстетические тяпку напоминает больше чем кухонный нож какой-то да во вторых это практически очень неудобно то есть здесь вот когда вы режете грубо говоря вот у вас рез вот отсюда начинается у того ножа он будет начинаться вот отсюда то есть практически весь кончик получается у вас пропадает смысл делать вот этот вот огромный загиб я вообще не вижу вот ну в общем теперь подробнее сделана фактура фактура убитого здесь от полирована значит покажется вот здесь вот стоят раз два три четыре слоя это латунь а вот этот слой 5 это идет макумэ так идет макумэшка может вот так он будет чуть поярче виден жальтит ну и будет хорошо видно будет хорошо видно когда слой она потемнеет они четкие такие медно-латуновые макумэ хорошо видно фактуру все вот это значит у нас получается первый из двух знаков идет второй кучей покажем так здесь идет кожа уже заводской покраски цвет бургундия был у меня все у меня ее нет больше этой кожи шовчики просил ровно аккуратно финиш здесь полуматовый тоже от фиббингс американский сделан такая же вот татуировка как и она же предыдущим такой колечек здесь стоит тот же сувель стабилизированный только многоцвет поднимается все вот так тоже не заточен тоже м 390 так вот рукоять все закреплено здесь набита на всем боль старифактура вот но чтобы они немножко отличались на самом деле он вот как-то вот сцепочку что ли дает нам хотят и вполне предостаточно тут рукоять обеспечивает но ура сцепление если честно такой же клиночек ну что тут еще скажешь вот они два абсолютно одинаковых и это сувель и это сувель абсолютно одинаковые куски просто по-разному они стабилизированы то есть ну как точнее разные красители стабилизатор то один так здесь получается прослойки здесь латунь фибра латунь фибра и этот маку мышка да а здесь получается вот если присмотреться вот эти вот полоски это мельхиор мельхиор такой вот мельхиор вот они два братца акробация вот у меня такими вот тут ваш не знаю камер говно полный не знаю как еще показывать передавать что на улице снимать уже то есть оба ножа из м390 значит здесь получается оба на 180 ну там плюс-минус пару миллиметров я уже не ловлю здесь получается 40 дай бог памяти здесь получается 43 оба на 43 и здесь в обухе два с половиной вот то есть сведены они оба где-то 02 весьма 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 ножи затачиваются и отсылаются несмотря на то что ножи вот одинаковые да вроде бы как бы то есть и здесь под пальцевые здесь и клинки вот они все одинаковые ножны не подходят вот ножны не подходят почему я и говорю что кто просит друзья изготовить ножны пока еще никто не прислал конечно вот но очень часто задают вопрос нужно изготовить отдельно без проблем но нужен будет нож то есть вот он смотрите видите он залез все а если этот пихать ну ну не лезет ну можно запихать но это не нужно абсолютно так же как и этот абсолютно все вот он встал он больше не лезет хотя ножи ножи еще раз еще раз скажу ножи абсолютно одинаковые поэтому можно всегда всегда шьются по нашу по другому не бывает вот такие вот два интересных пчак а вот я думаю что когда уже это видео выйдет они уже будут у своего владельца он будет очень сильно рад этому я на это искренне надеюсь ну вот такие вот два пчака ну что погнали дальше очередной пчак на этот раз большой хороший длинный так ну в принципе все уже стандартно на как и вот в предыдущих пчаках то есть нужно вот я делаю такие грубо говоря вот такой кончик лезвия заходят и все остальное вставляется в бок так ну значит давайте здесь идет прошивка нет нитки ващеная нить кремовая вот идет кожа буйвола текстурка хорошая текстурка такая торцы заполированы сделал разноцвет то есть идет светлая вот эти вот это и это одна кожа на вставку идет другая такая вот потемнее контраст чтобы мне показалось будет красиво сделано тиснение такого плана уже не знаю что с ним придумывать если честно все одно тоже идет штампы на какие другие либо карвин карвин какой сделаешь опять надо что-то выдумывать выдумывать честно говоря уже думок сломалась значит кожа буйвол идет вот с такими вот элементами то есть это сама кожа это шрам я не знаю на коже был еще что то если ближе посмотреть это не вмятина ничего это прям был какой-то шрам и вот они есть по всей кожи то есть когда вот берешь есть у меня огромный лист этой вот этой кожи я ее взял вот там идут такие порезы шрам еще что то я не знаю что это такое заживалось еще что то вот такой подвесик под ремень вешается он под правшу то есть вот на правую сторону вот грубо говоря здесь тело вот здесь нож вот кремовые нитки горчичный крем не знаю какой цвет как правильно сказать обработка здесь американской химии подвесик так вот сделан то есть я его не делал чтобы он топорщился то есть если по сути она эта кожа три с половиной каждый слой то есть это получается 7 ну здесь сколько от миллиметров 7 вот так дальше не получится что очень некрасиво поэтому приходится снимать так ну в общем все как как всегда хорошо застегивается вот и сам нож сам нож 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 очень большой сталь здесь на клинке элмакс от валера лисицкого хороший термист мне мне нравится с ним работать адекватный человек то есть во всех планах всегда подскажешь всегда расскажет то есть никогда ни в чем не отказывает вот и размеры дает те которые нужны так ну в общем сам клиночек отражение есть с 1 320 на пальце ставить не буду клинок заточен но очень острый сейчас покажу есть газетка клинок режет он режет он аж звенит то есть можно этим долго заниматься вот так значит здесь с 1 320 здесь как всегда мое клеймо сталь наборный гельбант идет из латун не вот под пальцевой выемка сделано такая тоненький здесь тоненький свод самого гельбанта самой кромки камера конечно редкостная другой пока не имеем значит по размерам здесь получается 220 то есть от кончика вот до гельбанта здесь получается 40 дай бог памяти я хочу память мы сейчас с вами все померили здесь у нас получается 44 вот но это вот здесь то есть а здесь получается уже вот сюда то здесь получается 37 здесь 37 соответственно не понижение дальше рукоять очень мне понравился материал скажу честно сразу материал здесь это сувель дуба монгольского стабилизирования вообще бомба деревяшка на самом деле вот стабилизировал естественно я как бы я сам все делаю то есть вот тыльничек закругленный такой вот сама рукоять вот как она здесь боюсь его за зажала брать он кусочи зараза очень очень красивый деревяшка смотреть вроде дуб а вроде и не дуб весьма 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 очень красиво тут все видно все отполировано хвост тыльник скажем так рукоять в руке лежит прям как я не знаю и можно все что угодно делать он не выскользнет никуда то есть он мизинцем и двумя пальцами он тремя пальцами нож контролируется абсолютно в общем такой здесь выгравирована выгравирована ее мои лазерная гравировка вот хозяина ну подгонка понятно подгонка все ясно видно в общем нож получился очень большой очень очень и очень приятный елмакс от лисицкого заточен на 30 градусов финиш я оставил 75 алмазом вот очень злая очень злая порезу железка получилось для нержавейки это прям вообще супер можно сказать режет очень зло зле чем м 390 по моим ощущениям на этой же 75 то есть м-ку я делал мне понравилось на сведение вот предыдущие ножи я делал заточку на 32 и 75 заканчивал то есть вот на 32 мне больше м-ка понравилось а вот этот элмакс мне понравился больше на заточке 75 очень агрессивно хорошо режет газетку он прям конечно пла стоит практически на лету так это получился у нас вот такой большой красивый ножик вот но вот от этой деревяшки я вообще в восторге если честно я не думал он в бруске он выглядел неплохо но как вскрылась конечно вообще просто бомба давайте еще такой покручу свет конечно говно полный надо что-то делать из камеры со светом потому что ну ребята вот реально вот ну красота неописуем деревяшки а вот это вот балалайка которая снимает сейчас она вообще не передает половину может быть попробую с телефона видео вставить если получится конечно там что-то как-то качество лучше но не знаю ну вот в общем вот такой пчак чего остался еще один вот сейчас покажу приехал записать видео точнее приехал сделать фотки решил записать видео то есть фотки я всегда делаю вот приблизительно вот там в лес полосе свет хороший получается ну и лучше все чем чем всякие скатерти тому подобный натюрмонт природная красота ее ничем не перечеркнуть вот приехала в общем говоря смотрю на озеро озеро застыло и вот последний из всего того что хотел показать последний пчак в этом видео наверное да наверное да наверно будет последний вот начал фотографировать но руки трясутся на улице холодно вот такие вот и женочки здесь на озере шикарно вот и вода промерзла вглубь если посмотреть я не знаю как это сказать сейчас насколько промерзла но вот пузыри насквозь на здесь прям до дна все проморозилось поэтому что-то я подумал дай думаю я здесь засниму вот пенечек поставил чтоб камеру поставить было удобнее снимать вот так что сегодня видосик будет последний последний скажем так рывок в этом видео так итак друзья вот такой замечательный пчак моему другу хорошему уже ныне любителю разделывайте медведи им стали здесь спим 90 вид вот в термичке сергея бурого вообще хочу сказать конечно железка пипец злющие дальше гельбантик здесь такой интересный получился не знаю часу получится нет показать он из трех металлов состоит медь латун и не зимбер вот рукоятку я всю забил вот таким вот такой фактуркой тут такая фактура очень кстати удобный он не скользит вот абсолютно острых краев нет все от полирована шлифована сейчас попробую показать нож сведен где-то в ноль целых одну десятую две десятых ну то есть очень тонко по по длине клинок получается где-то сто восемьдесят три сто восемьдесят четыре миллиметра вот по ширине по ширине клинок получается 44 вот здесь ну соответственно вот на узкую часть он идет он идет уже рукоять здесь сделано с айрон вуда вот то есть потом он еще потемнеет то есть здесь забита набита вот такой получился весьма весьма очень удобный пчак наверное я теперь буду на 180 делать вот такую ширину мне очень понравилось финиш здесь сатин 320 перекладывал я его три раза этот финиш вот перекрала потому что ну очень тяжело ложился на самом деле то есть доходил я практически до 400 ленты потом спускал спускался потому что поганый сатин был спускался на 120 и по новой сделал я вот такой вот мини человек то есть экспериментальная такая вот штука то есть вот если посмотреть тут буквально пару миллиметров вот расцветку виду как она играет это все еще потемнеет латунь потемнеет и манжи нет вот так ну и давайте ножки покажу ну и ноженки сами по себе сделал тоже сбитой фактурой вот они прошиты шов сначала все было забито вот потом делал шов то есть изначально кожа была подготовлена вот цвет такой танк черные нитки мне очень нравится как вот с черненьким смотрится вот это все дело так давайте сейчас вот нож вставляется заправляется все так вот он смотрится готов виде так ну в принципе что тут больше рассказывать особо то нечего вот то есть вот так вот будет так ну все друзья будут вопросы пишите задавайте вот как смогу отвечу потому что я не сижу постоянно у компьютера такие пчаки делать нужно очень много времени скажем так вот ну в общем вот вот такой комплектик последний так ну на этом наверное друзья будем закругляться на этом видосе покажу еще сейчас конечно красота и неимоверно природа переход вот эти вот снежиночки на льду которые природа творит чудеса сейчас ведется вот поэтому поэтому все друзья будут вопросы буду рад ответить все всем спасибо всем пока до новых видео а вот а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok